Приветствую каждого игрока от Овощи до статиста на моем канале, с вами Зав и сегодня нас ждут реплеи на танке Т-22СР. Да-да, вы не ослышались, я сказал реплеи, потому что их будет два и обязательно не пропустите второй реплей, он сразу же пойдет после этого. Ну а пока что мы начинаем. Выкатываемся в сторону точки С, я считаю, что это довольно правильное решение, тем более у нас все-таки СТшка и на СТ направлении нам будет гораздо проще отыгрывать. Хотя у ВНов на самом деле у Т-22СР нету, но это компенсируется очень даже неплохим ДПМ. Плюс у нас альфа в принципе маловатая, ну то есть для СТшек это нормальная альфа, а в принципе 310 единиц это как бы маловато. Хорошо, что ДПМчик имеется, иначе было бы совсем грустно. Выдаем плюшечку по... кому там? По Викерсу, да? Выдаем еще одну по другой СТшке. Они свое отхватили. Что тут делает у нас Кранван? Кранван бездарнейшим образом выкатывается посередине, встает на возвышенный и просто ждет, когда его отпенетрируют со всех сторон. Смотрите, как много он получает, ну просто. Я не знаю, как можно так бездарно сливаться на Кранване. Вот смотрите, еще один выстрел и он уже в ангаре. Но нет, этот выстрел, к сожалению, не удалось сделать. Но ничего, зато у нас есть Т-62А, по которому мы вполне можем поднакинуть. И первый шотик заходит. Жаль, что мы его не забрали. Что-то не ведет нашему герою с добиванием. Ну, что поделать? Как говорится, на каждую старуху найдется проруха. Рано или поздно добьем, да? Викерса все-таки нужно забрать. Мне кажется, он опасный аппарат. Его нужно в первую очередь замочить. И да, мы забираем Викерса. Все прекрасно. Выкатываться на бабаху довольно-таки опасно. Не хочется получать на 900. Но смотрите, что наш герой делает. Он берет и реально выкатывается. Он берет и просто лупит ее. Офигеть, вот это я понимаю. Выкатываемся наконец-то на этого крана несчастного, чтобы забрать последние 4 хпшки. Все, кран отходит в ангар... Нет, он не отходит в ангар. Смотри-ка, он еще живой. Но его все-таки кто-то забрал. Кто-то помимо нас все-таки решил по нему пострелять. Это замечательно. Здесь мы встречаемся с двумя аптэшками. Опа, непробитие. Вот это я понимаю. Причем на галде. Идея. Смотрите, 560 урона. Это значит, что парень не только сообразил переключиться на голду, но еще и сообразил что-то там подцелить. Ну ладно, у фача бывает такое. На самом деле фош очень редко попадает по кому-то. Смотрите, еще одно непробитие ловим. Опа, и третье непробитие. Сейчас птшки только что практически 2 косаря нам залили. Ну то есть 1000 где-то этот парень и 800 яга. И получается, что так и не убили. Нифига себе, что у него там за кд такой быстрый? Он еще петухатку подкинул. По идее он должен быть сейчас на кд барабана, а он еще стреляет. Очень странный парень. И еще раз яга нас не пробивает. Боже, какая броня у этого аппарата. Представляете, мы сейчас заблокировали в 3 раза больше, чем собственное ХП. Ну ладно, не в 3, хорошо, в 2 раза больше, чем собственное ХП. Это очень много. И ИС-4 еще добавляет нам еще одну плюшку. Получается, что мы ее заблокировали. Но это просто адамантевая броня. Нет, этот советский нрав, конечно, он бесспорно тащит. Бесспорно тащит. 3 с копейками тысячи заблокированного урона. Давайте сейчас посмотрим после боевую статистику. Да, 6000 урона нанес наш герой и 3910 урона он заблокировал. Это очень много. Наш герой уничтожил всего 2 танка, поэтому он получает только медаль поддержку. Ну и основной калибр за такое количество урона, естественно, мы тоже получаем. Знак классности мастер, само собой, присутствует. Хорошо. Давайте посмотрим, что же у нас там получается по деньгам. А по деньгам мы имеем 163 тысячи кредитов. Ну, в принципе, нормально, да, учитывая, что у нас только медаль мастера была. Хорошо, давайте быстренько пробежимся по союзникам и врагам. Посмотрим, какие у них проценты побед. 41, 42, 53. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, какая команда нас окружала. Ну, хотя были и, в общем-то, нормальные бойцы. У нашего же героя 10 тысяч боев и 70% побед, что весьма немало. Я считаю, что это весьма достойный результат, да, и, соответственно, он умеет пользоваться этим аппаратом, умеет на нем как-то блокировать урон и показал достаточно достойную игру. Но мы сейчас посмотрим еще один реплей. Не забывайте о том, что у нас будет еще один бой, поэтому выключаться пока что рановато. Ошибки этих засранцев я, наверное, разбирать не буду, но вспомню того же кранвана и ужаснусь в очередной раз. И поехали в следующий бой. И вот мы вновь на Т-22СР, садимся на этот аппарат, смотрим обстановочку. У нас карта виноградники, прекрасная карта для того, чтобы использовать его по полной программе. Я бы здесь, наверное, поехал куда-нибудь либо на СТ направление, либо на точку Б. Мне кажется, это приоритетные зоны. Тяжеков у врагов как бы нет. Ну, у нас тоже один тяжек имеется, как и у них. И оба они Е100. Я считаю, что они ничего не решат и в городе делать, в общем-то, нечего. Скорее всего, все будут катить где-нибудь на СТ направление. Хотя, если Е100 поедет на СТ направление, то это будет, конечно, фиаско. Да. Наш герой забирает точку Б. Ну, мудрое решение. Я считаю, что точку забрать обязательно надо, учитывая, что ты играешь в превосходстве. Превосходство это все-таки такой режим, в котором каждая точка дает тебе дополнительный бонус к опыту. И это задело для того, чтобы взять мастера. Может быть, это и решит, кстати, судьбу нашего героя и его получение медали мастер. И да-да-да, это маленький спойлер. Ну, в принципе, я думаю, вы догадываетесь, что она здесь обязательно будет. Хорошо, наш герой немножко отступает. И, пожалуйста, сразу две плюхи блокируются на 640 и на 350. Тысячу урона мы уже заблокировали. Понимаете, насколько круто, насколько круто блокирует урон этот аппарат? Он просто создан для того, чтобы танковать. Ну, на самом деле, все дело в его читерных бортах. Они у него реально очень хороши. Выцеливаем сейчас Е100, который поехал почему-то на СТ направление. На кой хер Е100 поехал на это СТ направление? Я не понимаю, что с этими тяжами сегодня. Что кран-идиот, что Е100-идиот. Вот он там светится, как новогодняя елка. Стреляй, не хочу. В него может отстреляться буквально каждый. Вот, ей-богу, буквально каждый. Нет, наш Е100 тоже не особо умно блещет. Он поехал в город, где там никого, в общем-то, нету. Но посмотрите на этого пара. Его сейчас будут на гусле держать, спокойненько расстреливать. Он просто бездарно отдает все свое ХП. Наш герой, кстати, пользуется его тупостью и, естественно, держит его на гусле. Очень мудрое решение. Причем не подставляется даже под него, но все время стреляет именно в гусеницу. Красавчик. Хотел заблокировать урон, видите, бортом подставлялся, но... В итоге даже не понадобилось. Ого, две плюхи прилетают, причем одна фугасная. Это ж кто из этих парней фугасом-то стреляет? Леопард, что ли? Не выдержал, бедолага. Не смог пробить броню, решил фугас применить. Очень жестко закатывается объект 704. Не знаю, что он тут забыл. Хочет, наверное, продавить направление. Видимо, видит, что у него команда нихрена не едет. И уже своим ПТшным стволом он пытается как-то разрядить обстановку, напугать противников. Но наш герой, видимо, лыком не шит. О, смотрите, удобрил немножко землю на виноградниках. Это такой обычай, да? То есть нужно немножко пострелять по земле, чтобы виноград лучше рос. А теперь можно забирать 704. Почему бы и нет? Этот парень особо даже не пытается сопротивляться. Что-то там стрельнет. Разочек не пробить. Ну и просто сделать нашему герою побольше непробитий. Видите, насколько хорошо этот аппарат держит урон. Тем не менее, наши ребята остались уже втроем против пяти. А против пяти врагов, ну как бы, тяжело, тяжело. Но у нас СТшки. Хотя у них тоже, в общем-то, СТшки и ЛТшки. Но им нужно скопом набрасываться на кого-нибудь из наших. Можно на нашего героя, кстати, скопом наброситься. Это весьма мудрое решение будет. Тогда у них получится убить нашего героя, а потом съездить за двумя другими нашими союзниками, потому что они далеко. Гриль вообще непонятно где катается. Опа, смотрите-ка. У нашего героя остается уже 400 хп. Это плохо. Но сейчас его спасает, очень сильно спасает гриль. Я думал, что он где-то катается непонятно где, а он взял и подстрелил все-таки одну СТшку. Чем очень сильно помог нашему герою. Потому что у него хп было намного больше, чем у нашего героя. И он, в принципе, мог бы нашего героя забрать. А потом поехал бы к этому объекту. Ну и с грилем уж как-нибудь на СТшках бы справились. Сейчас гриль, к сожалению, откис. А ведь гриль был нашей опорой. Не слабо помогал. Здесь можно было выдать фугасика. Ну и все. Леопард остался один на один с объектом. Я думаю, объект, с учетом его альфы, забирает этого леопарда. Конечно. И в итоге наш герой, естественно, побеждает. Что же у нас тут по урону получилось? Давайте посмотрим. 5 028 урона. Ммм, весьма неплохо. Конечно, похуже, чем в прошлом бою. Но, тем не менее. И 2290 заблокированного урона. Тем более, мы получили стальную стену. В прошлом бою у нас стальной стены не было. То есть, видите, этот танк может брать стальную стену. Два фрага у нас всего. И наш урон дает нам основной калибр. И тут же присутствует знак классности мастер. Ну и также мы получили поддержку. Потому что с двумя фрагами, к сожалению, больше, чем поддержка, ничего не дают. Мне кажется, за поддержку тоже надо начислять какое-то количество кредитов. Все-таки это тоже важная медаль. 162 тысячи мы получили. Неплохо. Неплохо. Постарались в этот раз тоже. Весьма и весьма. Давайте посмотрим, что же у нас здесь по команде. Какие у нас сокомандники играли. И какие у нас были враги. Первонаперво посмотрим нашего героя. У него 66% и 8 тысяч боев. А союзники как бы скиллом не блещут. Не? 46, 46, 45. Ё-моё, 48. Ну это же трындец. А что же у врагов? 55. 43, 46, 54. Так, что тут у нас? 51. Ну всё ясно. Короче, команда врага была плюс-минус получше, чем наша. Но, тем не менее, наш герой всё-таки смог решить эту ситуацию в свою пользу и заработать на ней медаль классности мастер. Вспомним того же Е100 и ужаснёмся. Кстати, объект 704, который решил прорашить направление, в итоге сделал 0 урона. Вот они, рашители. Ну что ж, а на этом, пожалуй, всё. Подписываемся на канал, ставим лайки. Я надеюсь, новый формат критики реплеев вам зайдёт побольше. Ну а если нет, напишите мне об этом в комментариях. И всем спасибо, и всем пока.